здравствуйте дорогие зрители добро пожаловать на мой канал сейчас я предлагаю вам прослушать небольшое вступление я вижу что очень много новых зрителей появилось на моем канале и наверное многим что-то непонятно интересно я хочу сделать небольшое такое вступление для тех кто смотрит меня совсем недавно и так давайте познакомимся мне 45 лет меня зовут анна у меня трое детей тема инвалид колясочник у него дцп это от рождения уже задают вопросы я решила на них ответить происхождение дцп никто точно не может сказать в общем он такой родился никакой травмы не случалось с ним он таким родился мальчиком дальше у меня двое младших детей и данечке 6 лет и вике скоро 5 лет я инвалид с детства и с самого начала я это скрывала и не рассказывала на своем канале поскольку вообще не люблю трогать тему здоровья у меня бронхоэктотическая болезнь но так получилось что я сейчас часто говорю про здоровье поскольку каналу три года и полтора года назад у меня появилось заболевание ревматоидной артриты я стала ним говорить и у меня оказалось что много зрителей с таким заболеванием и теперь я решила не скрывать ну нужно наверное рассказывать все они половину потому что иначе наверное непонятно в чем смысл канала я сама начала его заводила потому что мне говорили просто снимай как ты живешь это же очень круто а наверное если не знать никакого подтекста то никакой крутизны в этом нет я проживаю одна с тремя детьми но раньше год назад еще проживала с отцом младших детей и наверное то что я просто с таким слабым здоровьем справляюсь со всеми этими делами наверное это героизм а я об этом забыла сказать три года назад поэтому я исправляю ошибку и сообщаю о том что я молодец поскольку я молодец вы можете смотреть на то как я стараюсь активно жить и возможно вас это мотивирует и будет способствовать тому чтобы вы тоже преодолевали какие-то свои трудности если кто заметил мне очень сложно было сделать яичницу но я как-то это сделала утром у меня не работают руки и очень очень плохо работают ноги но сейчас мы решили посещать детский сад весь год его не посещали только осенью и в марте одну неделю сейчас немножко легче летом я лучше себя чувствую я отвожу детей утром в садик а средний ребенок сейчас меня даже посещает летний лагерь два раза в неделю лагерь на английском и мы приложили усилия с отцом детей чтобы он туда попал все-таки это очень круто он в первый же день пришел и уже употреблял несколько некоторые английские слова вместо русских своей речи в русской ну что дорогие друзья сегодняшнее утро вы проводите со мной а я с вами мне достаточно трудно ставить сейчас камеру на штатив поэтому я делаю это редко уборку тоже снимаю редко но ничего все-таки буду снимать буду стараться выгрузить телефон на штатив поскольку такие видео больше вам нравятся чем какие-то другие хочу сказать что немножко я сняла больше чем могу обработать и сейчас видео выходят задержкой в один-два дня но тем вам интереснее материала накопилось много прямо скажем сейчас вы со мной это мое личное время когда старший еще не проснулся а младший в садике я очень очень мало нахожусь одна я страдаю от того что у меня нет времени на одиночество и даже иногда я сижу 35 минут в машине не выхожу из нее чтобы хоть капельку побыть одной как вы понимаете я заменяю детям папу бабушку и дедушку поскольку моих родителей уже нет а родители отца детишек они живут в другом городе куда лететь нужно на самолете очень много часов поэтому они к нам не приезжают приезжают один раз в году на три дня ну что спасибо что послушали всем доброе утро меня зовут аннушка мне 45 лет что-то я последнее время сутулюсь некрасиво отвела детей в садик сегодня сегодня 1 июня в чате садика сообщили что сбор детей теперь на улице до 8 30 приглашать принимает их воспитатель 8 30 они уходят в группу у вики в группе карантин поэтому их группу не соединяются другой группой ей повезло а у да они соединяют с новыми детьми они остаются в своей группе и туда сегодня хлынули дети их будет 30 человек 1 июня бесподобная погода просто нереальная я съездила на рентген вернулась позавтракала пью чай ем таблетки и размышляю что делать убирать квартиру мне кажется дети скоро заболеют пора уже уже убрать квартиру вчера данечка один оставался пока я за викой я думала я полежу вот тут все в чипсах он чуть-чуть убрал но осталось вечером был просмотр квартиры поэтому тут сверху чуть-чуть мы убрали пришли смотреть квартиру живые люди не агент и вечером еще был урок так что что я вам сказала вчера что я полежу нет я конечно не полежал смешно вот и сейчас я очень уставшая после вчерашнего дня все-таки то что мы ездили в полиглотики получилось везешь данью вику в садик даня сдал кровь везешь данью обратно потом везешь к десяти данью в полиглотики в лагерь везешь а едешь обратно везешь едешь за короче туда-сюда в садик из садика это утро это 15 минут туда 15 обратно в полиглотики из полиглотиков это 11 минут туда-обратно потом в час опять я поехала в полиглотики заданий 11 минут туда-обратно и потом уже без дани уже не могла никуда зданий хотя друзья просили чтобы мы гуляли с ними данью оставила дома еще раз в садик 15 минут туда но минут 20-25 обратно короче я чё-то устала и вечер тоже была движуха ну посуда еда уже не считается мы собой хотя бы я спокойно что много еды у нас теперь тема заказал я заказала чай заказали я и тема одновременно мы не договорились как обычно договаривались договаривались и в результате не договорились и пришли два курьера принесли чай сейчас я думаю убирать квартиру вика может заболеть ветрянка и осесть дома надо бы намыть полы или все-таки использовать эту погоду потому что на елагином цветут тюльпаны и сегодня будний день бесплатный вход вот что делать можно еще лишь спать смотрела викторию хрупкую про окошку трагедию не люблю про животных но посмотрела от начала до конца посмотрела викторию менда как везут помощь куда положено волонтерство все ни с кем не хочу говорить вообще устала представляете не хочу вот девчонки сейчас звонят я прям сбрасываю я прям вообще устала и тема еще спит скоро встанет хочу тишины немножечко сейчас подумаю что делать вам все покажу обязательно не переключайтесь с нами правда не скучно если вы сомневаетесь отмотайте назад несколько серий